Нижнекамск И Тайлер вон на пятаке пытался срезать шайбу в ворота Неплохо, неплохая действительно атака И остальные оборонцы Драконов в минусах Ну и еще один любопытный факт Меркли это лидер лиги по дистанции Владение шайбой Уже более 10 километров шайбы Меркли прошел А сейчас прошел в зону соперника Наили Якупов Но Отскакивает шайба от клюшки Хлустова Родуалт ее подхватывает Родуалт с кистей бросает Но вот уже кое-что И в исполнении гостей Ип Ой-ой-ой, достается здесь игроку-нефтехимику Он лежит на льду Поднята рука главного арбитра Точно будет удаление И пострадал лучший бомбардир нефтехимика Так, ну вон действительно как-то набросился на Белозерова Да еще и подпрыгнул Ну во всяком случае мне кажется на повторе Будто отрывал коньки от ольда 91 номер Две минуты, удар в голову Две за удар в голову получает Тайлер Вон объявляет Вячеслав Шувалов В начале победной серии нефтехимика Ну и в принципе он хороший ход набрал У него 4 балла в последних 5 матчах Помимо дубля в игре с Кунь-Луням Еще и две результативные передачи Лесли опасно бросает И Долганов Блестяще играет Успевает среагировать на этот выстрел Атакующего защитника Кунь-Луня Ответная атака Соколов там пошел в обыгрыш Но не получилось И как будто в формате 4 на 4 Команды стали играть гораздо веселее Оно и понятно Чуть больше свободного льда Чуть больше возможностей Для мастеровитых и рукастых игроков И еще минуту в таком формате Будут играть команды Клок Вперед Здорово прямо в крюк Вкладывает Белозерову Он уже на льду С ним все в порядке Лед помог И это хорошо Но вот на паузе все-таки его Прочитали игроки Кунь-Луни Шайбу отобрали Макмиллан оставляет партнеру Челиос Бросает И снова Долганов Отличное спасение ловушкой От вратаря команды Из Нижнекамска Ну вот Вот мы и смотрим За игрой Долганова Смотрим Почему Его выбрали Лучшим вратарем В прошлой игровой неделе Пытается Кунь-Луни Включить высокий прессинг Но пока безрезультатно Нефтехимик Ух какая передача Джурусик Спасает свою команду Якупов был На острие атаки Вот это действительно классно Очень хорошая атака У нефтехимик Получилось Так А здесь что? Мойл проталкивает шайбу В зону атаки Оттенбрайт Оказывается Один перед воротами Не ожидал сам Защитник Кунь-Луни Что так получится А вот Долганов Ожидал Даже неожиданного Он спасает свою команду Ну и пожалуй Что на этом все Первый период Подходит к концу Пока по нулям Пока 0-0 Да Вот теперь звучит сирена И мы Отправляем команды На перерыв Но естественно В паузе нас ждет Флэш интервью Которое для нас возьмет Мой коллега Александр Калин Поэтому ждем С кем же он Пообщается Наил 0-0 Но владеете преимуществом Создаете моменты У тебя там Три шанса хороших было Чего не хватает Пока в завершении Немножко Хладнокровности Видимо Недельное отсутствие Пару недельное отсутствие Как-то повлияло Вот Хорошо что моменты есть Плохо Если бы их не было Поэтому Будем стараться Реализовывать сейчас На втором Кунь-Луни Команда неприятная Вот что Не нужно делать Чтобы Не ухудшить Скажем так Ситуацию Играть строго Потому что Они в принципе Дают играть У нас достаточно Моментов Чтобы забить Вот А с нашей стороны Мы не должны Давать им Отдыхание лишнее Значит Проблемы на синих Линиях Там Делать правильный Заброс И Не терять шайбу На своих линиях Вот И в принципе Все будет нормально Если будем давать им шанс То они будут реализовывать Если так По игре То в дальнейшем Ход матча Будет как-то меняться Тактический рисунок Нет Ничего не будет Ничего Все так же Как играть Так и будем играть Спасибо Огромной Удачи Якупов направо Дальше За ворот Митякину Митякин пытаются Припечатать к борту Но тут Поворачивается От силового приема Якупов Подключается На синюю линию Наброс Митякин Макмилло Долганов Накрывает шайбу Ловушка И Ничего Не позволяет Сделать сопернику А здесь Небольшой Ну ладно Это даже не конфликт На самом деле Изначально показалось Что И попытался за это Соперника Наказать А это выход Два в одного Соколов Не попадает Поворотом Как прекрасно Уложил защитника На лед Но шайба идет Фут Бекмулина Попытался обыграть Бекмулин-то обыграл А у Шерстобитова Не смог Шерстобитов Сразу отправляет Шайбу в чужую зону И Четвертое Энергичное звено Нефтехимика Забрасывает шайбу В ворот Джуруськ Красота И какая передача Шикарная От Шерстобитова Но это просто музыка Просто музыка Друзья Смотрим Вот она Красота На 1-0 В этом матче Нефтехимик Открывает счет Зарабатывает Свой второй штраф В этом матче Вызывая Ярость На скамейке Кунь-Луня Ой А здесь все гораздо интереснее Кунь-Лунь Еще и на нарушение Численного состава В этом эпизоде Хватает И На полные 2 минуты Дракона Остаются втроем Против пятерых Это естественно Нарушение Вона Клок На лицевую За воротами Катают шайбу Волки Якупов Клоку Клок Заряжает шайба Не зафиксировано Седдиков Попытался добавить Но добивание Не проходит У нефтехимика И Джурусик Забирает шайбу Себе Останавливая Тем самым Встречу Под ловушку Вратарю завел Угровой снаряд Клок Снова на лицевую И в общем пошел Такой же Розыгрыш Гол Гол 2-0 Нефтехимик Укрепляет Своё преимущество В общем-то Пользуясь шансом Который Кунглун Просто на пустом месте Соперник Подарил Белозеров Забрасывает Вторую Для команды Хозяин Долганов Помогает Своей команде Так на секунду Своего рода Поливнем становится А вот и Пулкинен Который Отбывал Командный штраф Бросок С острого угла В исполнении Пинского форварда Кунглуня Выше ворот Шайбы уходит Побежал вперед Вон Подключил защитника Мощный выстрел И гол Кунглунь Отыгрывает Одну шайбу За пару секунд Буквально До конца Второго периода Челиос Вколачивает Шайбу В ворота Ну и вот как раз Как раз Тайлер Вон Все-таки Заряженный После этих удалений Заряженный На то Чтобы принести Своей команде Наконец Какую-то пользу Делает Результативную Передачу Джек Ну поздравляю вас Заброшенной шайбой Очень важный гол Должна ли Эта шайба Придать силу Вашей команде Я думаю да Это нам добавят Какого-то момента Чтобы добавить В третьем периоде Чуть-чуть у нас Выбил У нас искали тот факт Что сыграли 5 на 3 Очень много сил потеряли И немножко Выбились Из игры Зарядный гол Райана Меркли Красота 2-2 Становится счет Все по новой В этом матче Но каков же Меркли И какие сегодня Классные шайбы Что у Нефтехимика Что у Куйнлуни Эти парни Принципиально Забрасывают Только Красивые шайбы Давайте смотреть И наслаждаться И наслаждаться Побежала новая Атака хозяев Якупов Резко подключает Защитника Хлыстов На пятак Якупов Добивает И Джурусик Лежа на льду Спасает свою команду Там у Якупова Было попадание В каркас ворот И супердобивание И еще момент И Куйнлуни Снова теряет шайбу Сеттиков С ближней дистанции Не смог переиграть Вратаря Что за момент Мог Нефтехимик Вырываться вперед Снова в этой встрече Куйнлуни Пробрасывается Но это лучше Чем ничего Сейчас для драконов И точно лучше Чем пропущенная шайба Наиль Якупов Разочарован Это что-то невероятное Вон Вон на пятак Локхард бросает И шайба в воротах Оказывается 3-2 Куйнлунь Выходит вперед Я ненавижу этот штамп Что не забиваешь ты Забивают тебе Но это работает Это работает безотказно Нефтехимик Не смог забросить Когда Казалось бы Проще было Брюквин На синюю В касание дальше Бросок И добивание От Соколова Джурусик Забирает шайбу себе Хотя Ну попади нормально По шайбе Соколов Вряд ли что-то смог сделать Вратарь Выбросил шайбу Так чтобы Проброса не было Так а это Внезапный Опасный момент Куйнлуни Снова Долганов Можно этим Воспользоваться Но нефтехимик Продолжает так вот Забрасывать шайбы Из нейтральной зоны Куда-то В сторону Джурусика Штанга Теперь вот сейчас Мы верим Что Выпуск решат Очень Круглубая активность Воспользовании Вас уважаем Колечки Давайте Пошли На пятак Отскакивает И вот отсюда Можно попытаться Куда шайба Делать Она даже Не долетает До Джурусика Принимает Кто-то Из полевых Игроков Куйнлуни Ее на себя Нефтехимик Выигрывает Вбрасывание 40 секунд У них остается Кстати Тайм-аут У нас По-прежнему Нет И есть ощущение Что Вот горячий момент Под номером Я уже сбился Под каким номером Куйнлунь Снова Подбирает шайбу И пожалуй Это шанс На бросок По пустым Спасает уже Защитник Нефтехимика Есть ощущение Что нефтехимик Не стал брать Тайм-аут Чтобы не давать Куйнлуни Передышку На самом деле Белозеров Перед воротами На пятак Шайба под щитками У Джурусика И заварушка Да какая заварушка Перед воротами Куйнлунь Ред старт Там как лоу Плицу прилетело Он в заварушке Участие Принимает Так В отложенном режим Потом приехал Наказывать За то что ему прилетело В итоге у нас Броссо И Жукенов Который даже Без шлема остался Нефтехимик С пустыми воротами Игра в формате Пять на четыре Идет Наиль Якупов Заряжает Издалека Шайба достается Нефтехимику Клоп Добивание Гол Три-три За считанные секунды До конца Основного времени матча Александр Дергачев Спасает Свою Команду Вот это матч Друзья Вот эту игру Мы с вами Смотрим Лесли Лесли На пятак Прорывается Шайба Перепрыгивает Ворота И непонятно Что Макмиллан Хотел Этой передачей Сделать Дергачев На дальнюю штангу Дергачев Сам пытается Сотрицательно В угла Отправить шайбу В ворота Родуалда Толкают Спину Клок На Якупова Якупов Замахивался Но не бросил А это хорошая передача На Серикова Дальше На дальнюю штангу Белозеров Безглевой Если бы она Получилась С голом То она бы уже Закончилась Смотрим За супер Моментом От Дергачева Но там И поинтереснее Было Вот это Именно Под блин Джурусику Бросал Дергачев Хунь-Лунь Выигрывает Вбрасывание Меркли Под бросок Долганов Спасает На последних Секундах Овертайма И все Будут Булиты Так А нет Недолганов Готовится К булитной серии Замена Вратаря У нефтехимика Дмитрий Николаев Джурусик Макмиллан Простым броском Без какой-то хитрости Забрасывает Давайте смотреть Да Просто в домик Николаева Прострелил Локхард Поехал Локхард Забрасывает Очень элегантную Шайбу Хозяевам Посмотрите Как перебросил Ловушечку Мягко Элегантно Николаев Смещается Поближе К С вратарем Мимо И Кунь-Лунь Оформляет Долгожданную Победу Снова По булитам Лукас Довольно Хладнокровно Булит исполнил Рисковал Или Все было Продумано Ну Это мой Фирменный Стиль исполнения Булита Стараюсь Таким образом Вратаря Немножко Запутать В прошлый раз У меня это не получилось Но хорошо Что сработало Сегодня Немножко Субтитры Субтитры Продолжение следует...